Долгожданное новоселье. Сегодня 186 семей заселились в две многоэтажки по улице Первомайской. Квартиры в новостройках получили 36 многодетных семей. Остальные это дети-сироты, инвалиды, ветераны афганской войны и неполные семьи. Раньше на месте новостроек находились четыре аварийные двухэтажки. О сносе старого жилья, строительстве нового и микрорайоне, который ждет больших перемен, расскажет Эгерим Мукашева. Из окна семьи Назаровых, конечно, не площадь красная видна, а детская площадка. Зато обзор открывается из собственной квартиры. Двое сыновей и столько же дочерей Аллы Назаровой в новой двушке уже каждый угол изучили. Остались довольны. А больше всех счастлива хозяйка дома. Когда позвонили и сообщили, что подошла очередь на жилье, Алла была на работе. После этого звонка сконцентрироваться на делах уже не получалось, вспоминает женщина. Мечта о собственной квартире сбылась. Окончательно в это Алла поверила только несколько дней назад, когда получила ключи от долгожданных квадратных метров. Пока нам все нравится. Нравятся ей комнаты хорошие, просторные, коридор большой. Очень даже нравится все. Кухня особенно нравится. Мечта. Вообще мы ждали квартиру 13 лет, стояли на очереди. Я жила у мамы. Дети старшие. Там как бы места не очень много. А дети старшие у меня у тети жили. Так прошли последние 4 года семьи Назаровых. Планируют, что через неделю дети уже переедут в новую квартиру. И они с мамой соберутся за большим столом. Вот такое воссоединение. А семья Шариповых в новую квартиру уже заселилась. Раньше супруги с двумя детьми жилье снимали. На это уходила большая часть заработка. А еще приходилось каждый год переезжать в поисках своего угла. Теперь после 11 лет съемных однушек наконец нашли. Можно сказать, во все районы проехался. С 20-го начинаю и до бензостроя доехал я. Раньше 25 начинал я, платил с общежития. Потом 45-50. Ну и еще плюс коммунальные услуги. Вот то, что вот все платил я, теперь будет уходить. Ну, первое время на ремонт туда-сюда. Ну, на семью зато будут уходить. Ну, а сейчас мы на основе арендное жилье будем платить где-то, думаю. Ну, три с чем-то тысячи. Ну, это копейки по сравнению, что мы вот платили раньше. Квартиры в этом доме выдали 93-м семьям из категории социально уязвимые. Рядом дом-близнец. Тоже для многодетных, неполных семей, людей с ограниченными возможностями, сирот и ветеранов. Эти две многоэтажки построили на месте четырех аварийных домов по Первомайской. Стены разваливались, крыша была очень опасной. Люди подвергались ежедневной опасности. Поэтому было принято решение выселить этих людей, предоставить им жилье. Это 32 квартиры. И вместо вот этого участка построить два пятиэтажных дома на 186 квартир. Мы продолжаем работу по сносу ветхого старого жилья в городе Петропавловске. За три года мы снесли уже более тысячи квартир, домов, где не было никаких удобств. Тысяча семей из старых просевших домов переехали в благоустроенные квартиры. Получат их и очередники. Притом не только в Петропавловске. В пяти районах возводят семь многоэтажек. Это аренно-коммунальное жилье. Кроме того, в следующем году в микрорайоне Береке вырастут пять многоэтажек на 556 квартир. Их получат 130 многодетных семей и более 400 из социально уязвимой категории. Помимо Береке изменится облик еще одного перспективного микрорайона по улице Уолиханова. На будущий год запланировано ее расширение, существенное расширение. Проект уже готов. Как только погодные условия начнут позволять, мы начнем строительные работы. Здесь тоже будет продолжено снос частного сектора. Запланировали мы строительство дворца спорта между Волиханово и Назарбаевой улицей. И также здесь мы запланировали строительство нового большого парка. Это все планы на следующий год. А если говорить о 2020-м, то на строительство жилья из бюджета выделили 18 миллиардов тенге. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. В области сдадут 3000 квартир. Из них 625 предназначены для социально уязвимых слоев населения. 125 для многодетных семей. Всего новоселье в этом году отметят 11 тысяч североказахстанцев. Агири Мукашева, Эльмира Садвакасова, Михаил Казначиев. Новость Семторка.